МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Невеселый день смеха. Во время капитального ремонта кровли одну из квартир затопило горячей водой. С мужской помощью прихожане помогли монахиням навести порядок у храма. Охота на тарелочки. Городские стрелки собрались в выходные посоревноваться в Медвести. В эфире информационное агентство «Город» в студии Александр Воронин. От увечья и возможной смерти смогли уберечь жительницу микрорайона спасатели. 1 апреля они уговорили 19-летнюю Благовещенку не прыгать с высоты 6-го этажа. Стоящего на балконном карнизе человека увидели прохожие. Они сразу позвонили в МЧС. Прибывшие на место спасатели оперативно развернули куб жизни. Впрочем, он не понадобился. Девушка согласилась спуститься по автолестнице, после чего ее увезли в больницу. Причину опрометчивого поступка специалисты решили не разглашать. Настоящий водопад смогла увидеть Благовещенская семья. Вот только этот факт ее членов ничуть не обрадовал. Журчащие потоки лились с потолка их собственной квартиры. Злую шутку с горожанами на 1 апреля сыграли рабочие, проводившие капитальный ремонт крыши. Подробности в сюжете. Здесь был такой огромный объем воды, что просто убирали вдвоем. Все равно не справились, все равно все протекло к соседям. 1 апреля Ольге Николаевне, жительнице дома на Красноармейской 140, было не до смеха. В разгар дня начался потоп, и это при том, что соседей сверху у жильцов третьего этажа нет. На крыше ведется капремонт. Там же проходят коммуникации. Видите, у нас натяжной потолок. Он, естественно, вот так весь прогнулся, наполовину и воду эту весь удерживал. Благодаря вот этому натяжному потолку вода удерживалась. Но недолго, когда потолок массы все же не выдержал и треснул, из-под него водопадом хлынула горячая вода. Комнату залило по щиколотку. Поэтому хозяйка вычерпала по меньшей мере 20 ведер. Сколько придется разбираться с последствиями, неизвестно. И потоп уже второй с начала года. Первый раз трубу нам пробили в другой комнате, но там быстро среагировали, все перекрыли. Сейчас же, вот пожалуйста, реакции никакой совершенно. Извините, за что мы платим, я вообще не понимаю. Где капремонт? Капремонт теперь в квартире должен быть. И кто вообще будет ответственность? Вот, пожалуйста, очередная порция воды выплеснулась нам на голову. Я обнаружил, что капельки воды по углу скатываются, пришлось отодвинуть маленько кровать. Текла вода и этажом ниже, по углам, стенам и стояку. Промочила обои, испортила настроение. Искать виновных жильцы решили в сторожке бригады, что ведет капремонт. Работали, вот стекловату перекладывали, такая ситуация. Вроде как бы и не цепляли эту трубу. Она, видать, или гнила, или что, видите, короче, прорвала, прорвала вот на крыше. Кто виноват и кому придется устранять последствия, никаких комментариев по этому поводу в фонде капремонта пока не дают ни журналистам, ни жильцам. К последним специалисты выезжали сегодня для фиксации повреждений и составления акта. Продолжение истории следует. Юлия Мишурнова, Андрей Белый, программа «Город». Благовещенство временем живет сразу в двух экстренных режимах. 1 апреля в городе начался пожароопасный сезон, а в воскресенье ввели режим повышенной готовности. Последний в столице Преамурия объявили из-за сильного ветра, который накануне в порывах достигал 17 метров в секунду. Не стихнет он и завтра, 4 апреля. Юго-западный ветер с переходом на северный будет дуть со скоростью 12 метров в секунду. Он может повлиять на распространение палов, которые уже зарегистрированы в пяти районах Преамурия, в том числе и один в Благовещенске. Все возгорания на данный момент ликвидированы. Александр Козлов занял 10 место из 50 в рейтинге российских глав регионов. Исследования результатов деятельности первых лиц в сфере ЖКХ провели аналитики медиалогии. Взлет сразу на 20 пунктов и лидерство среди коллег дальневосточников Амурскому губернатору обеспечила активная работа с фондом содействия реформированию ЖКХ и реализация программы по переселению из ветхого аварийного жилья. В этом году сразу 60 семей отпраздновали новоселье в поселке Прогресс. Лидером медиарейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин. На последнее место опустился губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Чистый город – дело не женское. Под таким лозунгом выходные в Благовещенске прошел масштабный субботник. Вместо привычных метел и грабель его участники взяли в руки бензопилы и ножовки. Два десятка мужчин наводили порядок в сквере при женском монастыре. Подробности в нашем сюжете. С риском для жизни, но с пользой для целого квартала. Субботник у храма святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии начался за его территорией. Сухие ветки навешены дорогой, на голову прохожим может и не падают, но вид из окна портят, решили служительницы церкви. При храме постоянно живут и трудятся всего две монахини, зато прихожане больше, чем наполовину мужчины. Евгений Кириченко – один из них. Постоянный посетитель прихода с момента его открытия и не менее постоянный участник местных субботников. Ну, конечно же, по дворе женского монастыря женщины справляются всегда. Правда, санитарную обрезку деревьев мужчине довелось выполнять впервые. Но даже не этим фактом объяснялась его нерешительность. Пилить выпало краснокнижное дерево – амурский бархат. Я думаю, знаете, маленькая ветка вот эта сухая. Какая? Вот прямка, которая над вами над головой. Вот эта? Да. Вот, ты где-то сану? Ну, ясно. На территории сквера растет около четырех сотен деревьев, в основном карагачи. Ухаживать за ними перестали еще в 90-е, с тех пор, как Дом культуры железнодорожников перестал быть таковым. Облагородить насаждение монахини мечтали четыре года. Ровно столько, сколько в старом здании существует православный приход. В этом году у нас наконец-то появилась возможность. С помощью добрых людей нам предоставили технику. Мы очень благодарны тем, кто это сделал. Потому что здесь в течение летнего периода у нас проходят разные мероприятия, детские праздники. Люди гуляют, там мамы приходят с колясочками, в тишине на природе отдыхают. С территории сквера в субботу вывезли не только сухие ветки, но и несколько десятков мешков мусора и полы листвы. Так что ждать лето уже не обязательно. Тем более, что закрывается лесной уголок на улице Тополины только на ночь. Мария Слизнева, Андрей Белый. Программа «Город». Какое место в Благовещенске станет уютнее и красивее, предстоит решить горожанам. На площадке «Активный гражданин» стартовало новое голосование. Благовещенцам предлагают определить, какую из общественных территорий необходимо благоустроить в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На выбор есть три варианта. Сквер в районе улицы Мухина и переулка Крестьянского. Участок на набережной между переулком Светителя Иннокентия и улицы Пионерской и территория, прилегающая к фонтану «Бабочка» у магазина «Благовещенск». Голосование продлится до 25 апреля, после чего на основании общественного мнения будет принято окончательное решение по выбору участка. Выращивать оранжереи и разводить фермы смогут в будущем участники профильной смены «Юный опытник». 50 школьников и их педагогов из 10 районов области съехались в Дальневосточный ГАУ, чтобы получить новое знание в сельском хозяйстве и применить их потом на практике на слёте ученическо-производственных бригад. Одно движение ножа и побег бегонии превращается в черенок. В цветоводстве десятиклассница Елизавета Жирова – новичок. В своей сельской ученическо-производственной бригаде в Тамбовском районе она выращивала овощи и зерновые. Захотелось сменить профиль на цветы. Я бы мечтала, чтобы у меня был сад с орхидеями. Черенкование нужно для того, чтобы растение хорошо прижилось и также распространять, размножать растения. Пятка, пальцы. Елена Грищенко, анатомия петуха, знает на зубок. Во-первых, дома есть курятник. Во-вторых, в работе своей бригады, которая сейчас занимается в основном овощеводством, хочет сделать упор на разведение домашнего скота, в частности коров. Будущий животновод перспективу своего села отважно видит именно в крупных рогатых. Я бы хотела, чтобы начали как-то разводить тех же самых коров у нас. Может, как-то помочь людям, чтобы они правильно содержали, кормили правильно. Например, чтобы коров выводили на специальное пастбище, а не на какие-то такие, где не оборудованы, где всякий мусор лежит, где протравливают иногда траву. На занятиях профильной смены ребята познакомились с тенденциями и новинками в сельском хозяйстве. Процесс увлек не только детей. На занятиях сидят с ребятами и сами педагоги, которых привезли. И вот мы сами, организаторы, тоже сидим и учимся, потому что всё это настолько интересно. Даже дома можем применять те же знания, кто заинтересуется либо черенкованием цветов, либо черенкованием плодово-ягодных культур. Педагоги и организаторы не скрывают. Такие смены являются своеобразной профориентационной подготовкой. Ведь многие из её участников свяжут свою жизнь с агропромышленностью. Юлия Анохина, Михаил Величкин, программа «Город». Благовещенске наградили победителей конкурса «Огни ночного города». Лучшие репортажи о ночной жизни Амурской столицы покажут на большом экране на площади Ленина. В конкурсе выиграли два видеоролика «Огни ночного города» от Игоря Семерова и «Ночной Благовещенск» Виталия Обухова и Романа Юдакова. По словам одного из авторов «Ночного Благовещенска», снять город удалось с четырёх заходов. Первый вечер мы ездили, подбирали точки для съёмки, объездили весь город. Ну а дальше у нас первый этап – это закат солнца. В общей сложности, так как съёмка велась по средствам таймлапс, то первый вот именно закат солнца мы снимали около, по-моему, пяти часов. Авторов самых впечатляющих мини-фильмов наградили экшн-камерой и квадрокоптером. Организаторы не исключают, что в октябре, возможно, проведут новый конкурс. Он будет посвящён «Золотой осени» в нашем городе. А у тех, кто хотел заявить о себе на конкурсе социальной рекламы, появился ещё один шанс. Приём заявок на отражение продлили до конца рабочей недели. Организаторы сделали это в связи с большим количеством обращений. Заявок уже 50, большая часть из них в номинации «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик». Напомним, что участников записывают в отделе по делам молодёжи до 7 апреля. Второй по счёту Кубок «Добрый лёд» стартовал по всей России. В этом году соревнования пройдут в трёх федеральных округах – Дальневосточном, Приволжском и Северо-Западном. Представители регионов уже обсудили планы работы посредством телемоста. Юные хоккеисты тоже присутствовали на трансляции. Для них это стало возможностью увидеться с ребятами из других команд. С ними, кстати, они уже знакомы по прошедшим чемпионатам. Здесь был Вещенский, ещё мы в Хабаровске встречались. Мы хорошо общаемся, поздружились. Я скажу, что удачи пожелаю. Удачи скоро понадобится и нашим. С 21 по 23 мая пройдёт областной этап «Доброго льда». После него ребята поедут в посёлок Ванино в Хабаровском крае на Дальневосточный этап. Надеются, что удастся попасть и на лёд в Санкт-Петербурге. В этом году к участию в Кубке заявилось 57 команд. Завершит программу рубрика «Время спорта». Какими спортивными событиями не запомнились прошедшие выходные, знает Юлия Мишурнова. А у меня на этом всё. Читайте новости на сайте tvgorod.rf, звоните в редакцию по номеру 524202. И, конечно же, смотрите нас в эфире. Всего вам доброго и до встречи. Добрый вечер. В эфире «Время спорта». Небывалое число любителей по охоте цена тарелочки собрал чемпионат Амурской области по стендовой стрельбе. 54 участников. Полтора раза больше, чем год назад. Что, точнее, кто послужил причиной такого ажиотажа, узнаете прямо сейчас. Одна мишень, два выстрела. Промахнулся дважды минус одну очко. У участников турнира в классе «Новичок» условия самые простые. Поразить нужно 25 одиночных мишеней. У охотников их в два раза больше, у спортсменов – в четыре. Да ещё и вылетают дуплетами. Сергей Беляев – охотник со стажем. Со своим уже почти раритетным ружьём 12-го калибра не расстаётся 16 лет. Результат соответствующий. 18 мишеней из 25. На порядок лучше, чем у соседей по площадке. Боюсь похваться. На охоте у меня результаты лучше. Почему? Потому что там некогда волноваться. Здесь ты ждёшь, что вот сейчас эта мишень вылетит. А на охоте она вылетает неожиданно. Нету момента для волнения. Для охотников нынешний турнир – подготовка к весеннему сезону добычи гусей и уток. Для спортсменов – возможность получить разряд по стрельбе и мастер-класс от приглашённого гостя чемпиона России. То, что я сейчас вижу, люди абсолютно не работают с мишенью. То есть просто машут ружьём. Абсолютно не понимают, как смотреть, куда смотреть, как должна быть расположена голова до команды «Дай», после команды «Дай», во время уже непосредственно нажатия на спуск. Ну, такие элементы, на которые простой охотник не обращает внимания. Ну, простого охотника мы можем просто научить пару советов, научить получше стрелять. Побольше птичьих собьется. Чемпионат по стендовой стрельбе в Преамуре проходит четвёртый год подряд. Правда, пока только в одной дисциплине – спортинг-компакт. Ну, это как бы разновидность, больше, конечно, приближенного к охоте спорта, охотничьего спорта. А есть ещё олимпийские виды спорта стендовой стрельбы – это скит-трап. То есть, ну, у нас они пока вообще никак не существуют в данный момент. Следующий этап чемпионата области состоится в июле. Третий и заключительный – в октябре. Тогда и станет известно имя лучшего в регионе стрелка по тарелочкам. Полицейские, спасатели, судебные приставы и даже сотрудники ФСБ стали участниками массовой драки. Не стихийной, запланированной в рамках ежегодной спартакиады отделения «Динамо». Рукопашка – одна из 12 дисциплин, навыки в которой традиционно демонстрируют силовики. В рукопашном бою сошлись 7 команд. Это более 50 участников. Соревнования проходили в два этапа. Первый – демонстрация техники самообороны. Только те, кто показал достойные результаты в ней, вышли на ковер непосредственно на поединок. В итоге второй год подряд сильнейшими оказались сотрудники службы судебных приставов. И это при том, что рукопашка для них всего лишь прикладной вид спорта. У нас есть два человека, которые профессионально занимаются смешанными боевыми недомборствами. Это их непосредственный вид спорта. Но у нас есть еще такой вид спорта, как комплексные наборства. Это служебно-прикладная непосредственно федеральная служба судебных приставов. Он тоже связан со смешанными боевыми недомборствами. Кто станет лучше во всей спартакиаде, покажет время. Но вот уже три года лидерство в ней держит команда МВД. В Благовещенске завершилось первенство города по хоккею. В соревновании участвовали 18 команд. В течение трех месяцев по выходным они боролись за пальму первенства в трех подгруппах. В заключительной игре встретились «Темп» и «Дальстрой». Последние сдержать натиск команды губернатора не смогли. Проиграли со счетом 11-2. Но победа в этой игре не принесла темпу золота. В турнире они стали лишь вторыми, уступив «Динамо». В двух других подгруппах лидерами стали команда «Спартак» и «Натиск» из Ивановского района. Награждал спортсменов глава области Александр Козлов. Следующее соревнование стартует в Благовещенске в предстоящую субботу. На этот раз взрослые хоккеисты встретятся на турнире памяти Евгения Егорова и Равиля Иртуганова. Он завершится 15 мая. На этом наш выпуск подошел к концу. В студии была Юлия Мишурнова. Активной вам недели. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова